Всем привет! Сегодня у нас день мести. В прошлых сериях меня уволили из полиции, всё из-за одной жалобы. На меня напал военный и пытался убить, но так как я был с напарником, я выдал ему розыск, а напарник его убил. Этот обиженный залил на меня жалобу, что я ему просто так выдал розыск, и администрация попросила скинуть видео в подтверждение того, что этого не было. Да пошли они нахер, чё, я должен целый день снимать видео? Да не буду я, я хочу играть, а не снимать видео постоянно, чтобы потом оправдываться. Короче, у меня не было, и меня уволили. Но в этой серии я это не оставлю просто так. Я нанял трёх киллеров, которые расправятся с ним. Самый дешёвый за 15 тысяч рублей, среднебюджетный за 100 тысяч рублей и самое дорогое вместе с посадкой в тюрьму за 300 тысяч. А также разберём мой новый бизнес-заправку, которую я купил в прошлой серии, и я вам покажу, какая там настоящая прибыль. С вами Стэн Лютер, чуваки. Погнали. Привет, чуваки, с вами Стэн Лютер. Как вы уже поняли, сегодня у нас будет расследование, сегодня я буду заказывать киллеров. Ну а перед началом этого я хочу вам показать статистику своего бизнеса, который я купил в прошлой серии. Кто помнит, я купил, да все помнят. Я купил себе заправку Бусаева по очень-по очень низкой цене, и сейчас я вам покажу, что я вообще понял за последние 2 дня владения. Короче, что мы поняли в прошлой серии? Что у нас есть 4 вида топлива, и с недавних пор надо теперь заказывать каждый вид топлива по отдельности. И в чем здесь загвоздка? Что, допустим, вот смотрите, у меня сейчас 98-й бензин проседает, всего 45 литров осталось. Так, нам надо заправить 3955 литров, все сразу на 400 тысяч минус. И самая беда в чем? Вот пример, допустим, у меня с утра не хватало 92-го бензина, я его заказал. И вся суть в том, что пока ко мне не приедет 92-й, я не могу заказать 98-й. То есть я должен сидеть в игре и постоянно контролировать, чтобы везде мне хватало топлива. Ну а что по финансовой статистике? За первый день 100 тысяч показало, за второй 300 тысяч. Ну, за этот день нормально не покажет, надо дождаться следующего дня. Пока сложно подсчитать, какая здесь чистая прибыль, но для этого, я думаю, нам понадобится где-то неделя. Но, короче, прибыль несет, клиенты есть. На что конкретно можно рассчитывать, я не знаю, но единственное, на что я рассчитывать могу, это то, что этот бизнес можно будет продать дороже, я в этом уверен на 100%. Я думаю, ценность этой заправки где-то лямов 100 в среднем, потому что то, что продают за 60-80 лямов, другие люди, это и близко не стоит. Все, пацаны, с заправкой вроде разобрались, переходим к моему любимому киллером. Первый у нас будет самый дешевый, за 15 тысяч рублей, это простой бомж, которого я нашел рандомно на вокзале. Погнали. Владос, хочешь заработать? Да. Надо человека одного убрать, он неподалеку находится. Я тебе дам деньги, а ты его должен убить. Ну давай, без проблем. Че, сколько? Сколько стоит? Как зовут? Подожди, давай сначала договоримся о цене. Ну, 1015. Оружие у тебя есть или нет? Там само оружие в 1015 выйдет. Нету. Давай я тебе дигл дам и 15 тысяч дам. И скажу, где он находится, ты пойдешь убьешь его. Давай. Сейчас тебе его ник напишу. Вот, его зовут Костя Галдиенко, он работает механиком на СТО в Арзамасе. Это здесь, неподалеку. Я тебе дам сейчас дигл и 15 тысяч. Ну там же зеленая зона. Твоя задача будет его оттуда вывести как-то. Позвать его, чтобы он вышел. Окей. Давай передадим ему 20 дигла. Пацаны, я зашел на Лютера, потому что только тут я смогу наблюдать за ним. 20 дигла ему даем и платим деньги. 4 тысячи. 8. 12. 15. Есть. Давай, если что, я буду следить, чтобы выполнил. Ну давай. Давайте посмотрим за ним. Все, все. Так, что он делает? Берет мопед. А ну. Все, едет на мопеде. Я думал, он пешком будет бежать. Так, а сейчас будет пускай хорошее радио. Хорошее радио. Хорошее радио. Хорошее радио. Хорошее радио. Наш киллер просто сейчас подъезжает и начнет искать жертву. Так, он остановился и никого не видит. Начинает бегать. А он бегает, смотрит. Нигде его не видно. Кстати, я даже сам не знаю, куда он делся. Опа, вот он появился. Так, Владос подходит к нему. Брат. Знак вопроса. Иди покажу что-то. Идет, идет за ним. Отлично. Вот тебе, крысюка. Сейчас тебе дадут урок, как надо вообще с людьми поступать. Да? Так, вот. Он подошел. Что Владос будет делать? Как дела? Что? Все, смог. Две тычки. Так легко. Да ладно, пацаны. Киллер за 15 тысяч так легко смог справиться. И все, Владос стоит. Извини, это бизнес. Вот это бизнес у нас в России. Крутоще. Ну ладно, пацаны, погнали искать следующего киллера. Второго киллера хотелось бы уже, знаете, более-менее профессионала. Там, бандита. Поэтому я решил написать в рацию дальнобойщиков. Так как там сидит половина сервера. И мне сразу на смс пришло очень много предложений. Но я выбрал одно. На этот раз буду писать в рацию дальнобойщиков. Потому что там пол сервера находится уже более-менее опытных. Пишем. Ищу киллера. Писайте смс на 117117. И сейчас откроем телефон. Будем смотреть, кто мне напишет. Хоть один человек, надеюсь, напишет. Опа. Первый написал Дракула. Я киллер. Спрашиваем. Кого? Во-во. Смотрите, Ямакаси пишет. Могу помочь. Кого надо убить? Кем надо разобраться, господин? Ха-ха. Пишем. Надо одного челика с СТО Разомаса убрать. За 100 тысяч справитесь? Нет проблем. Имя? Так, скинули Костю. Сейчас уберу. Хорошо, на связи. Походу, Ямакаси тоже деньги вначале не будет брать. Сейчас проверим его. Так, Ямакаси это бомж какой-то. Который заходит. Сейчас купит оружие. Отлично. Опа, Дигл купил. Или это не совсем бомж, пацаны? Подождите. Ааа, смотрите. У него, оказывается, есть еще мотоцикл такой крутой. Или нет? Короче, странный какой-то бомж. Вроде бы без мотоцикла. Но у него часы очень дорогие стоят. Которые стоят в 100 раз дороже, чем его скин. Я так понимаю, там даже не одни часы их там много. А, нет, обычные часы. Но часы стоят 150 тысяч. Что-то он в банкомате ищет. Все, все. Он устроился на механика. И сейчас возьмет в аренду машину и на ней поедет. Ну, это логично, да. Что-то за 2000. Все, взял и выдвигается. Ну, это просто friendly fire будет. Все, пацан. Все, все. Сейчас будет самое интересное. Я в Макасе приехал. Так, Костя здесь находится? Во, вот он, вот он. Четвертый ID. Так, кто дальше? Вижу цель. Информирует. Это очень важно. Выходит. Перестает работать. Так, так, так. Подходит к нему. Здесь же никто не может стрелять. Здесь зеленая зона. Здесь невозможно стрелять. Костя! Знак вопроса. Пошли отойдем. Куда? Надо до 2 минуты. Чел просто работает. Это где-то уже второй бомбыш подходит за день. Деньги предложу. Так, Костя уже никуда не идет. Он уже боится. Я в Макасе бежит сам. Так, возвращается. Уже пуганный, пуганный. Че он ему пишет? Цена вопроса. 200к. К вам каждый день подходит бомбыш и предлагает 200 тысяч, если ты отойдешь. Че разводняк какой-то? Оперативно. Так, Костя поведется или нет? Он идет, но как-то так, не уверенно. Че он сейчас напишет? Тут просто уважаемому человеку нужен букс. Многих машин. О, пошел с другой стороны. Так, зачем пешком так дозвал? Ну, я должен рассказать, что да как. Давай тачку возьму и разберемся. О, все, все. Рыбка клюнула. Рыбка клюнула. Так, Ямакасе довольный. Так, Ямакасе что будет? Садиться рядышком? Он думает, что делать. Если он в машину сядет, не сможет же убить. Придется ехать. Мне нужно, чтобы без машины все объяснить. Он замешает листу, реально. Отъедем в тихое место, все скажу, пишет. А Костя ему говорит, давай на месте решим. Куда ехать? Тут людно. С каких пор починить машину стало чем-то сокровенным? Так, они отъезжают. Отъедь подальше, он говорит. Ямакасе. Чтобы никто не слышал. Капец, как они далеко уже отъехали. Они и дальше едут. Стой, давай на обочину. Ямакасе уже прикидывает, сколько бы пешком надо бегать. Он ему говорит, на обочину, а этот дальше едет. Непонятно. Выйди из машины, сейчас я расскажу. А что выйти? Он может и так его убить. В общем, человек в розыске. Кто в розыске? Все, стреляет по нему. Есть. Есть. Сделал. Так, ждем сообщения. Цель убрана. Отлично. Где встретимся? Давай у нотариуса на выезде. Давай. Вот, вот. Бежит наш герой Голливуда. Еще чуть-чуть осталось ему. Шапку надел. Здравствуй. Все хорошо прошло? Да, все отлично. Людей рядом не было. Никто не слышал и не видел. Сейчас в банк приедем. Деньги переведу. Пишем ему сразу. Ну, заслужил. Заслужил. Хорошо. Так, переводим. Все. Он получил 107 тысяч. Это я так скинул, чтобы чуть больше было, чем надо. Все, спасибо. Приятно с вами работать. На подходе третий киллер, который оказался в разы дороже, чем второй. Но это того стоило, потому что он, помимо всего, еще и посадит в тюрьму. На многое. Короче, обратился я именно к ментам. И вот как это произошло. Подъезжаем к моей бывшей работе. И мы должны найти ментов. О, они как раз сейчас все на линейке. Можно будет там найти. Но так как там у них глава, сейчас договориться, я так понимаю, не получится. Поэтому придется нам их подождать. Товарищ полицейский, у меня есть одно очень выгодное дело. Но это надо, чтобы вы были с напарником. И надо где-то уединиться, чтобы я вам об этом рассказал. Тогда немного подождите. Буквально пару минут. Да, да, хорошо. Так, так. Опа. Тут Давид и Арсений решили мне помочь. Отъедем, где никого нет. Никто не помешал бы. Так, мы останавливаемся возле детской площадки. Где-то на отшибе Арзамаса. Все, отлично, отлично. Так, смотрите, какой деловой. Короче, есть человек очень плохой. Надо, чтобы вы его арестовали по максимальному розыску и посадили в тюрьму. А я вам за это деньги дам. Вы только скажите сколько. 300 тысяч. 300 тысяч. Ну, на двоих это по 150. Сейчас скажу. 300 тысяч это каждому делаю лучше. Не, давайте на двоих 300 тысяч. Так-то уж слишком будет 600 тысяч платить за один арест. А, ладно. Ладно, ладно. Четвертый Ади. Сейчас я скажу, где он находится. Ну, или вы сами можете. У него нет розыска, я не могу досмотреть. У него нет розыска, да? Нет, нет. Ну, значит, в наших интересах, чтобы у него появился розыск, понимаете? Да-да, понимаю. Так, ты сказал, сможешь посмотреть, где он находится. Сейчас я скажу. Так, давайте чекнем, пацаны, где он. Так, а, он уже не работает. Короче, он находится за Арзамас банком, между центром занятости и банком в Арзамасе. Там, короче, парк новый. Вот он в том парке стоит. Ну что, Давид, давай посадим. Поехали мы в Дельник. Поехали. Мне с вами ехать? Да-да, поехали. Давай, отвяжитесь. Патрулируем. Патрулируем, патрулируем, за нами не ездим. Грязные делишки. Не надо, чтобы чужие люди видели. Наши люди на вертушке. Это что, уже и на вертолете за ним будут лететь следить? Что-то не очень понял. Включили мигалку, так, вот сюда направо. Так, 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 вот он, вот он, вот он, вот он бегает, походу это он. Опа, человек на вертушке к нему прилетает. Так, они на машине не могут к нему подъехать, а вылетают просто мимо. Походу на вертушке человек отвлекает этого Костю. Так, так, менты подъезжают. Вот он, вот он, вот он. Все, включили мигалку. Побежал, побежал от них. Да, да, это он. Стреляет, стреляет по ним. Сейчас убьет меня. Опа. Еще вертушка. Вертушка его бы зарезала. Сори. Он нужен нам живым. Надо его посадить. Поехали в больницу. Устрей в больницу. Все, сейчас будет легально. Этот чел решил напасть на ментов. Прострелил им колеса. Из-за этого ему можно дать розыск. И с розыска можно его посадить. Они же еще ничего не сделали. Они только приехали. Поэтому пока что ничего не нарушено. Ай-яй-яй. За еб... За неслабленную. Есть отечество? Капец, пацаны. 300 тысяч вот платишь и непонятно за что. Вот человека посадить не могу, да? 15 тысяч бомжов заплатил. Все сделал. И все. Красавчик. Подъезжаем. Подъезжаем к больнице. Так. Он здесь будет? Нет, я не следил. Так. Здесь его нет. А вот он за... Вот, вот он сзади. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бежит, бежит, бежит. Смотрите, куда бежит. Сейчас его догонят. Сейчас... Все, все. Суета, суета пошла. Что они там делают? Он от них убегает вообще. В больницу сейчас забежит. А нет, нет. Не бежит в больницу. Он просто круги наворачивает. Они его даже догнать не могут. Кошмар. Ну, не. Он хорошо скрывается. Так перепрыгивает через забор. Возвращается к их машине. Зачем? Менты не стреляют. Ничего. Да что это за бред? Менты его догнать не могут. И в то же время они убить его тоже не могут. Потому что он нам живым нужен. Мне кажется, так дело не пойдет, наверное. Вертушка. Вертушка прилетела. Вот, вот, вот. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Сейчас Франка случайно вообще упакует. Они уже полчаса за ним бегают. Ай-яй-яй-яй-яй. Недолково надо ударили. Все, все. Его тоже смогли. Мне кажется, он уже сдался. Все, все. Упаковали, упаковали. В общем, мы с Витарой решили, чтобы его поймать. Давайте, давайте. Посадить осталось. Так, Костя в машине. Да, Аид, что тут происходит? Задержанный. Не имеете права. Молодой человек, не имею. Я не могу. И требую адвоката. Арест просто так. Ну что, пацаны. Дело осталось за малым. Осталось Костю посадить и все. Так, мужики. Я пойду проверю решетку, чтобы он там находился. Окей? А потом поедем в банк. Так, ну что. Где этот наш Костя? Сейчас проверим. Адвокат пришел. Сейчас его выпустят. Я что, зря деньги заплатил? Вас выпустить? Брат, 8к. Больше нету. А надолго тебя закрыли, Костя? Сколько звезд было? Шесть звезд. Ой, его прям посадили по полной. На 12 часов. Костя, ты не узнаешь меня? Ты, крыса маленькая. Ты забыл, на кого жалобу кидал ты? Не особо, но голос знаком. Ааа, это ты? Из-за того, что ты меня подставил, меня уволили с этой работы. Теперь сиди и гни за этой решеткой. Скотина маленькая. А я пошел. Знаете, мне первых двух раз было как бы достаточно, но мне было интересно вообще, как это работает. Что, мужики, погнали в банк? Так, переводим Давиду 160. Ну, чуть больше. Все, есть. 150 тысяч перевели. А Синий осталось дождаться, что он из игры вышел. Ааа, давай, Синий, говори свой счет. Так, сейчас чекну, сынок, вы еще чекну, честно. И Арсению переводим. Все, перевели. Получил? Да. Ну что, пацаны, получается, что человек, которому я заплатил меньше всего денег, справился с задачей проще всех и быстрее всех. Пошел, за одну минуту все сделал и уехал. Человек, которому я заплатил 100 тысяч рублей, у него уже были проблемы, но эти проблемы были связаны с тем, что уже сам вот этот наш потерпевший уже имел какое-то презрение. И не так легко его можно было уже вытащить. Ну, а третий случай. Я вообще молчу. Спасибо, что хотя бы он надолго отлетел. А так бы вообще, ну, я не знаю. Ну, короче, вообще фигня полная. Ну, менты, что от них ожидать? Это обязательно, чуваки. Ладно, я думаю, на этом закончим эту серию. Если вам понравилось, и вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, пишите комментарии, колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. С вами был Стэн Лютер. Подписывайтесь на мой Телеграм, мы там общаемся. Пока.